В Копейске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Помимо стационарных приёмов пациентов, процедуру врачи организуют и на выезде, например, для больших предприятий. Мы разослали письма всем предприятиям крупным нашего города с предложением привить своих сотрудников. То есть те предприятия, руководители предприятия, которые откликнулись и которые готовы с нами сотрудничать, то есть мы с ними созваниваемся, точно определяем дату, когда мы можем приехать, когда удобно собрать максимальное число сотрудников, они подходят. То есть, как правило, это занимает 2-3 часа в зависимости от количества людей. Так, 13 апреля на очереди у медиков поставить прививку от COVID-19 оказались сотрудники лифтостроительного завода. Желающих провакцинироваться собралось 23 человека. Да, да, пойдите к пашечке. Аллергии нет ни на что? Нет. На путь. Валкоголь не употреблять, тяжелую нагрузку не выполнять физическую. В баню нельзя сегодня ходить. На второй-третий день вместо инъекции может поболеть. Оно пройдет в течение суток, тут как бы никаких препаратов не пить. Может быть температура до 38. По словам врачей, никаких серьезных побочных эффектов от вакцины не наблюдается. У всех она проходит спокойно. Сама же прививка ставится безболезненно. Только перед этим она должна пройти ряд подготовительных этапов. На сегодняшний момент в нашем техническом арсенале есть холодильник, который поддерживает температуру для транспортировки вакцины. Должны соблюдаться условия холодовой цепи. Это условия хранения минус 18. Перед употреблением мы вакцину размораживаем в течение 10-15 минут, чтобы она уже ставилась в размороженном виде. На лифтостроительном заводе такое вакцинирование проводится впервые. Как признаются сотрудники, к этому их никто не принуждал. Вакцина – дело добровольное. А решиться на нее удалось не сразу. Второй этап вакцинации для сотрудников завода пройдет 4 мая. К ним также приедут врачи. И по итогу у каждого будет сертификат. Он является подтверждением того, что вакцина поставлена. Документ каждому станет доступен в личном кабинете на госуслугах.